город краснозаводск улица строителей здесь строят дом в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья эта часть национального проекта жилье и городская среда благодаря ему в сергиево посадском округе подлежат расселению 190 аварийных домов благоустроенное жилье получит более 5000 человек совсем скоро новоселье будет и в этом доме в краснозаводске на улице строителей на сегодняшний день он готов более чем на 90 процентов что это означает в реальности узнали на стройплощадке у руководителя строительства компании стройкомплекс это трехэтажный трехсекционный монолитный дом кирпичный с вентилируемым фасадом и со скатной кровлей утепленный из металлического профилированного листа утеплен чердак выход коммуникации через шахты снегодержатели тоже установлено сейчас немного доработают их еще соединят снег не должен скатываться на жильцов сделан вентилируемый фасад из клинкерной плитки с элементами мокрого фасада это индивидуальный проект такое согласование было ага архитектурно-гостроительного решения по этому объекту чтобы индивидуально таков пока в краснозаводске но нету домов или посадит аж это корзины под кондиционеры чтобы люди уже ставили кондиционеры себе захочет ну чтобы не портить облик фасаду до в этот дом переедут краснозаводчане из микрорайона возрождения из улиц 1 мая и трудовые резервы новый дом строится на месте деревянного барака аналогичного тому что находится рядом в архиве местного краеведа владимира самсонова есть фото и видео этого микрорайона датированные прошлым веком я родился как раз в том доме который вот на этом месте строят новый дом лет улица строителей и начали строить от их шоссе который идет на школу две бригады в одну сторону две бригады в другую сторону и начали в осенью 37 а в 39 году ведь получается вся улица была заселена за два года вот что такое темпы строительства это была большая лесопильня и вот приходили бревна делали лафеты и на волокушах сюда их доставляли и на веревках поднимали в две смены строили зимой и летом и так поэтому быстро все построено а вот уже в марте 42 года многие же ушли мужчина на фронт завод немножечко оголился не хватает рабочей силы и тогда у нас на заводе открыли лак пункт так назывался лак пункт завода номер 11 в этом доме 11 на то время заселили мужчин по статье 58 от 3 до 5 лет а вот два дома которые на улице 1 мая сегодня 18 и 20 а были 24 25 заселили женщин и всего было 650 человек с марта 1942 года по первые числа ноября 1944 года а потом уже стал жилым дом а с января стал жилой дом куда и переехала моя мама а в сорок седьмом родился я дома построенные в сороковых годах прошлого века к моменту когда началась программа расселения из-за аварийного жилья выглядели не лучшим образом к тому же в одном из них случился пожар на месте выгоревшего дома и строит 38 квартирный дом программа переселения охватила всю страну ведь это федеральный проект реализуется программа на в отношении жилья которое признано аварийным с 1 января 2012 до 1 января 2017 года в целом по стране мы за это время должны должны расстелить свыше полумиллиона человек 500 по моему 36 тысяч дом который возводится на улице строителей в краснозаводске будет красивым и комфортным для проживания места общего пользования здесь у нас помещение уборочного инвентаря где будет храниться швабры поддон под ведро здесь у нас колясочная чтобы жильцы могли хранить коляски санки велосипеды в каждом подъезде у нас устанавливается подъемник для инвалидов для маломобильных групп граждан категории м4 чтобы не подниматься по лесенке здесь у нас разводка по электроснабжению шкафы урм устанавливаются осталось поставить счетчики пусконаладочная работа сделать у нас все проводка идет за подвесным потолком каждую квартиру и слаботочная система интернет телевидение телефон что будет за потолком здесь у нас система отопления по квартирам она у нас по полу идет коллектор будет стоять у каждой квартиры счетчик на отопление как сейчас во всех современных домах это делается это трубы из подвала вентиляции каждый подъезд имеет два выхода на ту и на эту сторону будет тротуарная дорожка проездная который тоже будет ездить машину как бы такой пожарный проезд считается должен круговой быть отопление у нас уже запущено батареи тепленькие в каждой квартире вот мы заходим типовую квартиру везде у нас установлены металлические противопожарные двери вот такие плохие это у нас четырехкомнатная квартира также здесь сделана черновая отделка сделана плитка на кухне и санузла батареи установлены разводочка сделана у смесители потолки под натяжной потолков натянута рейки заложено в общем тут осталось у нас это натянуть потолки наклеить обои вот мы пробовали несколько образцов уже такие получше подойдут на полу будет где плитки нет ламинат обои под покраску но мы не красим желез будет сам уже под себя это под свой цвет подбирать красить здесь у нас в ванная комната здесь будет устанавливаться ванная это выводы под раковину это под стиральную машину к окончанию по квартирам где-то у нас конец апреля уже под сто процентов со спланируем начале апреля уже тоже выйти получать дом который возводится на улице строителей в краснозаводске будет красивым и комфортным для проживания эта история одного дома но в округе несколько строек кроме домов для переселенцев строит здание физмат лицея новую школу на зубачевом поле больницу входькова